На этом образце вы видите сочетание нескольких узоров, такая композиция узоров может быть хорошим украшением свитера, полувера, мужского, женского и, конечно, детского. Вот первый элемент. Это просто одна ячейка соты. Затем идет коса с разным направлением переплетений. И в центре вот такой красивый элемент. Каждый из этих элементов мы рассмотрим и свяжем отдельно. Значительная часть этого образца выполнена чулочной вязкой, потому что этот образец выполнил для расчета свитера, где будет использована чулочная гладь. Ну а теперь давайте познакомимся со схемой. Это схема всех элементов. Вот схема первого элемента. Его ширина всего 4 петли и 4 ряда в высоту. Это две петли, перекрещенные с наклоном вправо. Это две петли, перекрещенные с наклоном влево. Второй ряд вяжем изнаночными петлями. В третьем ряду наоборот. Это две петли, перекрещенные с наклоном вправо, а это две петли, перекрещенные с наклоном влево. Четвертый ряд вяжется тоже изнаночными петлями. И повторяются эти 4 ряда. Это второй элемент. Он пошире первого элемента. Его ширина 8 петель. Это 4 петли, перекрещенные с наклоном вправо. Это 4 петли, перекрещенные с наклоном влево. Затем 3 ряда, которые выполняются челочной вязкой. Затем опять 4 петли, перекрещенные вправо. И здесь 4 петли, перекрещенные влево. Затем 3 ряда челочной вязкой связаны. То есть лицевые ряды вяжем лицом изнаночной изнанкой. потом 4 петли перекрещенные с наклоном влево 4 петли перекрещенные с наклоном вправо опять три ряда вяжем челочной вязкой и потом опять повторяем так же как в 11 ряду 4 петли перекрещенные вправо 4 петли перекрещенные влево еще между элементами есть изнаночная бороздка это изнаночная петля которая в лицевых рядах вяжется изнанкой в изнаночных рядах вяжется лицом теперь рассмотрим самый большой элемент вот он ширина этого элемента 24 петли он также построен на перекрещенных петлях давайте прочитаем один ряд это 4 петли перекрещенные влево это 4 петли перекрещенные вправо затем 3 лицевые петли это две петли перекрещенные вправо это 3 лицевые петли затем 4 петли перекрещенные влево 4 петли перекрещенные вправо я хочу обратить ваше внимание на особенность этой схемы на всех узорах этой схемы, изнаночные ряды показаны такими, какими они должны выглядеть с лицевой стороны. То есть все изнаночные ряды во всех элементах, кроме изнаночных бороздок, мы будем вязать изнаночными петлями. Это особенность изображения изнаночных рядов, которые используются в некоторых схемах. Итак, мы рассмотрели все условные обозначения, которые используются во всех элементах. И еще, обращаю ваше внимание, что вот это центральный элемент, а справа и слева симметрично располагаются первый и второй элемент. Второй элемент справа, второй элемент слева. И первый элемент и справа, и первый элемент слева. Всего ширина этого образца 54 петли. Со схемой мы познакомились, теперь давайте повяжем. Как я уже сказала, каждый элемент мы провяжем отдельно. Для первого элемента, для образца надо набрать 8 петель. 4 петли сам элемент, по одной изнаночной петле справа и слева и плюс по одной кромочной. Итого 8 петель. Вяжем первый ряд. Это лицевая сторона. Первую петлю снимаем, затем вяжем одну изнаночную петлю. Затем провяжем две петли перекрещенные вправо. Для этого одну петлю снимем и расположим за работой. Следующую петлю провяжем лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее лицом. Затем провяжем две петли перекрещенные влево. Для этого одну петлю снимаем, располагаем перед работой. Следующую петлю провязываем лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее также лицом. Затем мы провяжем одну изнаночную петлю и кромочную петлю в конце ряда мы провязываем изнанкой. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Лицевые петли вяжем лицом изнаночной изнанкой. Мы провязываем одну лицевую, 4 изнаночные петли. Еще провяжем одну лицевую и последняя петля кромочной провязываем ее изнаночной. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Вяжем третий ряд. Первую петлю снимаем, затем вяжем одну изнаночную, петлю потом две петли перекрещены с наклоном влево одну петлю снимаем не провязанной следующую петлю вяжем лицом снятую петлю провязываем лицом затем две петли перекрещенные вправо одну петлю снимаем располагаем за работой следующую петлю вяжем лицом снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее также лицом. Затем вяжем 1 изнаночную петлю и 1 кромочную петлю провязываем изнаночкой. Мы провязали третий ряд, поворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем четвертый ряд, это изнаночный ряд, вяжем его по рисунку. Лицевые петли вяжем лицом, изнаночные петли вяжем изнанкой. Мы связали один раппорт первого элемента. Будем повторять эти четыре ряда. Вяжем второй элемент. Ширина этого раппорта 8 петель и высоту это 16 рядов. Для образца наберем 10 петель, 8 петель это петли раппорта плюс 2 кромочные. Вяжем первый ряд. Кромочную петлю снимаем, 8 петель раппорта вяжем лицом. Последняя петля это кромочная петля, мы в конце ряда ее провязываем изнаночной. Вяжем второй ряд, это изнаночная сторона. Первую петлю снимаем и затем вяжем 8 изнаночных петель раппорта. Последняя петля кромочная, мы ее тоже провязываем изнаночной. Вяжем третий ряд. Первую петлю снимаем непровязанной. Следующие четыре петли перекрещиваем с наклоном вправо. Для этого две петли снимаем, располагаем за работой. Следующие две петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их также лицом. Следующие четыре петли перекрещиваем с наклоном влево. Для этого две петли снимаем, располагаем перед работой. Следующие две петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их также лицом. Последняя петля кромочной провязываем ее изнаночкой. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд, как и все изнаночные ряды, мы будем вязать изнаночными петлями. Вяжем изнаночный ряд, все петли вяжем изнанкой. Первую петлю снимаем непровязанной, последнюю петлю тоже вяжем изнаночкой. Мы провязали 4 ряда рапорта. Пятый ряд вяжем лицевыми петлями, шестой ряд мы вяжем изнаночными петлями. Итак, вяжем пятый ряд лицевыми, шестой ряд изнаночными петлями. Итак, пятый и шестой ряды провязали, теперь вяжем седьмой ряд, это лицевой ряд. Седьмой ряд вяжем точно так же, как третий. 2 петли снимаем непровязанными, располагаем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их лицом. Мы связали 4 петли, перекрещенные вправо. Следующие 4 петли перекрещиваем влево. 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и также провязываем лицом. Последняя петля кромочная мы ее провязываем изнаночкой. Мы связали 7 рядов. 8 и 10 ряды, это изнаночные ряды, будем вязать изнаночными петлями, а 9 ряд, это лицевой ряд, мы провяжем лицевыми петлями. Мы провязали 10 рядов рапорта, вяжем 11 ряд. Первую петлю снимаем непровязанной, следующие 4 петли перекрещиваем с наклоном влево, для этого 2 петли снимаем, располагаем перед работой, следующие 2 петли вяжем лицом, снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их лицом. Следующие 4 петли перекрещиваем вправо, для этого 2 петли снимаем, располагаем за работой, следующие 2 петли провязываем лицом, снятые петли одеваем на левую спицу и также провязываем их лицом. Последняя петля кромочной мы ее провязываем изнаночкой. Мы провязали 11 рядов. 12 и 14 ряды, это изнаночные ряды, будем вязать изнанкой, а 13 ряд, это лицевой ряд, провяжем лицевыми петлями. Мы провязали 14 рядов, вяжем 15 ряд. 15 ряд вяжется точно так же, как мы вязали 11 ряд. Первую петлю снимаем, затем 4 петли перекрещенные с наклоном влево. 2 петли сняли, расположили перед работой, следующие 2 петли провязываем лицом, снятые петли одеваем на левую спицу и также провязываем их лицом. Следующие четыре петли перекрещены вправо, 2 петли снимаем и располагаем за работой, следующие две петли провязываем лицом, снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их лицом последняя петля кромочной провязываем ее изнаночкой мы провязали 15 рядов 16 ряд это изнаночный ряд и это последний ряд рапорта все петли мы вяжем изнаночкой итак мы провязали 16 рядов этого рапорта дальше вязание продолжим будем вязать опять с первого ряда очень простой рисунок сначала петли наклонены вправо дважды потом влево затем наоборот дважды петли наклонены в начале полотна влево а потом вправо итак и и и и и и